Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И сегодня у меня очередное видео за еду. Но это видео за еду не является тем видео, как я жду. Просто вкратце, вкратце, поскольку я снимаю с телефона, вкратце расскажет вам о том, что из тебя представляет завтрак в типичном отеле. Напомню, что видео про этот отель, который называется Park Inn by Reddison в Острове, у меня уже есть. И вот можно посмотреть, что же тут предлагают на завтрак. Очень часто завтрак для многих является важным критерием. Например, для меня, поскольку я потом бегу на проект и целый день работаю, а затраты на отель можно списать в расходы, соответственно, уменьшить свою налоговую долю. Ну и зачем показывать в этой доле, собственно говоря, потом еду отдельно. Так что вот примерно такой вот вариант. Ну и давайте-давайте посмотрим, что же предлагает Reddison. Reddison пишет, что завтрак хороший. Я скажу, что по качеству продуктов он хороший. По разнообразию продуктов, ну такое, средненькое. Ну, начнем с самого главного, да, буржуйского, так сказать, завтрака или континентального, или английского завтрака. В общем, здесь есть все, что вы хотите. Вот здесь вот внутри находятся овсяночка и блинчики. Так что блинчики можете с овсяночкой, можете сами по себе. Плюс, конечно же, сразу есть то, что называется сироп, кленовый сироп. Он у вас здесь традиционный, который есть практически в любом завтраке. Яичничка, бекончик жареные. Что жареные, да. Ну, грибочки, ладно, шампиньончики. Ну, тяжело назвать их грибочками, шампиньончики, сосисочки или колбасочки, такое, да. И на гриле, овощи на гриле. Вареные 10-5 минут яйца, которые потом есть нельзя. Ну, не знаю, есть, конечно, любители, но я 5-минутные яйца не ем. Различные кусочки сыра. Сам по себе, опять же, тоже сыр достаточно дорого стоит. Ну, и тут качественные сорта сыра. Вот можете увидеть разные, опять же, другие нарезки сыра, колбаски, маринады с огурчиками и тому подобное. Обратите внимание, на чем они стоят. На книжечках тут много таких вот подставочек. Я так и не понял, их надо брать или это просто для эстетического удовольствия. Локальная, локальная, как они написали, колбаса. Она остренькая, очень хорошо идет. Ну, и далее, далее у нас тут можно увидеть, опять же, различные нарезки, различные шинка. В данном случае вы видите из индюшки, и обычная, и тут вот самая вкусная часть. Кстати, мне очень нравится. Это, на самом деле, селедка. Эта селедка, она подкрашена чем-то, судя по всему, самим соусом подкрашена, но она вкусная. Особенно с хлебушком, когда берете тут вверху большой набор хлебушка. Когда берете хлебушек, на хлебушек получается классный бутерброд. Я такой ел как-то в Амстердаме. В Амстердаме любят такие бутерброды и продают туристам по 2,50. А сам кусок селедки стоит 70 центов на 2 бутерброда, кстати, 70 центов стоит в супермаркете. Ну, то такое. Опять же, сладенькое на все, что вы хотите, на любой вкус. Кстати, сегодня то, что я хочу, нет. Потому что тут еще было, по крайней мере, вчера были такие, ну, типа заварных, только в виде круглых калечек, как это в Советском Союзе называлось, это пирожная мечта. В общем, их сегодня нет почему-то. Ну, и для любителей мюсли и прочего вот этого всего, йогуртовых каш, можете себе наколотить все, что захотите. Опять же, вот они и мюсли со всем-всем-всем вытекающим. Для тех, у кого похмелье после вчерашнего, ну, как у меня, например, то здесь вы видите обязательная часть, это то, что называется соки воды. Я обычно, давайте я хлебну бонада. Ну, в смысле, бонада, это не название сока, это потому что надо по-русски будет звучать. Вот, это берем немного грейпфрутового сока, упс, и берем немного сока апельсинового. Вот, и он получается более кисленький и более приятненький. Сразу стало легче. Вот. Это кофе. Причем, самое интересное, что сами чашечки тоже выдержаны в стиле цветов. Да, это такой стиль цветов, вот, радуги в том, что называется Рэдисон. Некоторые чашечки вы видите такие, некоторые вы видите такие. Так что и те, и другие, в принципе, очень даже подходят. И даже пластиковые чашечки, если вы хотите взять с собой кофе, тоже подходят ко всему этому делу. Ну, и пора-пора приступать к выбору, что же я ем. Я ем, как обычно, то, что... А, я забыл, там видели, есть необычно, так я сказал, обычно. Из необычной еды местной, кроме всего прочего, есть еще и вот такая... Это, кстати, сладкий... Как это? Сладкая фуа-гра. Вот, как это называется. Да-да-да-да-да, паштет со сладким, с добавлением то ли сливы, то ли груши, то ли еще чили, то ли вишни, то ли еще чего-то. Я обычно ем все, что вкусное. А вкусное это, вот в данном случае, это бургер. Можно взять с собой. А и к бургеру я, например, беру другие вещи. Почему? Потому что я его расширяю, так сказать. Он там внутри базовый бургер. А я хочу еще, например, сыром. Эменталеровского, самого лучшего. Он же называется здесь королевским сыром. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Два кусочка. Вот, мы подготовились. Также мы возьмем вот этой вот колбаски кусочек. Жаль, что сегодня солянки нет. Солянка хорошо в этот бургер идет. И возьмем, конечно же, тогда шинки. Шиночку мы возьмем вот эту вот. Вот. И будет нам замечательно. Это только на первый бутербродик. А дальше, дальше, конечно же, все остальное. Это и яичничку, и пекончик, и сосисочки, и кетчупы, и кофе, и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, я думаю, вы насладились видом того, что называется завтрак в Redison Inn, парк-хотель. И всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был я, Игорь Шастин.